Всем привет! Мы на курортном бульваре, смотрите здесь цветы, неделю назад ничего не было. Тюльпаны там тоже подросли. Температура воздуха где-то плюс 10. Чуть-чуть похолодало. У нас получается 5 дней температура доходила до 27 градусов, представляете, как летом. Прям аномалия какая-то. По курортному бульвару нельзя ехать, поэтому я там не езду. Штраф в 2000. Пасмурная погода, обещает сегодня дождичек. Но ближе к обеду. Прям зима-зима и сразу лето. Наступила. Даже зацвели эти. Как их там называть? Алча. Зацвела прям вот дня 3 назад. В том году, по-моему, намного позже все это происходило. Блин, вот машину поставить-то. Один неудобство. Просили мне показать там пару адресов. А Ксения Гея-10. Проехать по-березовски просили. Запах свежескошенной травы. Видимо, газоны подстригли. Сейчас мы со стороны Кольцова проедем. По Березовской на Ксения Гея попадем. Сейчас мимо колоннады проедем. Прям намного холоднее стало. Вчера в это время уже, наверное, было плюс 15 где-то. Если не больше. Люди все разделись. Уже в футболках ходили вчера-позавчера. Загорают. Сегодня лучше погода. Мне больше нравится такая. Гваспурное, солнце нет. Прохладненько, хорошо. А тут резкое потепление. Сразу таких температур организм еще не адаптировался. Жарко прям сразу. Прям какой-то циклон теплый прошел. Но это не только у нас, как я понял. Везде как-то тепло было. Так, вот здесь перейдем, да? Здесь перейдем. Апорт отеля Александр. Видите, вот недавно сделали. Интересно, там фонтаны загустили. Сейчас уже сколько? Через недельку, наверное, будет пускать. Может, через две. Нет, еще не собирается пока. Я еще работающим ее не видел даже. Так, какой пуфик выкинули. Так, ну ладно, мы едем. Может, было здесь срезать, но... Надо вам так показать. Хаммер стоит. Придется мне по правильной части ехать. А то здесь... Бордюров много. Вот у нас колоннада слева. Едем туда, в сторону гастронома. Чтобы там заехать со стороны улицы Березовской. Здесь, конечно, асфальт уже требует реставрации. Валер. Прошу с меня сбросить газ. Вот мы уже практически возле гастронома. Сюда повернем. Возле Кисловодской ярмарки. Вот слева мечеть. Это улица Ермолова. А мы вот сюда вот, направо сейчас повернем. Здесь уже Березовская. Улица. Вот мы едем по Березовской. Вот здесь вот на Березовской ущелье можно налево пойти по дороге. Здесь вот Катыхина слева начинается. А нам вот сюда, на Ксении Ге. Ксении Ге 10 просили показать. Место хорошее. Парк рядом. Все рядом. Старые дома. Здесь вот Ксении Ге 20 слева дом. Ищем Ксении Ге 10. Это 16. Это 14, значит. 12-10. Вот. Вот этот дом. А, нет. Подождите. Нет. Ксении Ге 10. Вот. Следующий получается, да? Вот это вот зеленые крыши. Вот Ксении Ге 10. Машина, конечно, здесь ездит. Но не так часто. Не так часто. Здесь, наверное, квартирки такие сдают. Видно, прям под сдачу. Вот Ксении Ге 10. Машина не часто ездит. Может быть, пару штук в минуту. Вот, смотрите, поток какой. Сейчас, можно сказать, час пик. Где-то полдесятого. Примерно времени. Не знаю. Может быть, и шумновато здесь будет. Может быть, окна там будут выходить. Ксении Ге 10. Может быть, это весь дом под этим адресом. Да, место неплохое вообще по расположению. По расположению место неплохое. А сейчас с этой стороны проедем. Надеюсь, здесь же тоже можно пешком пойти. Может быть, еще ближе будет к этому гастроному. Вот КамАЗ. Щепьем гружен. Вот еще один. Вот здесь на Чкалово. На Чкалово здесь улице. Вот здесь вот, наверное, сейчас мы пройдем там. Давай ты едешь, нет? Нет. Не хочет. Вот здесь вот пройти, если ходить. Ближе же будет. Арт-сенеги 10. Ну да, можно сказать поближе. Здесь через мостик реку Березовую. Здесь Чкалово улица идет. Чкалово один дом с желтой. Вот мостик. Вот здесь вот по Красноармейской. По Красноармейской прямо. Прямо к Каланаде придете. А это Саперный один. Переулок Саперный. Нам можно к гастроному вот здесь вот пройти. Вот здесь Березовская тоже идет так улица. А вот этот Саперный идет. Заброшки так стоят вот слева. Не сносят пока. Саперный 11, Саперный 9. И вот мы уже у гастронома. Даже ближе, да, получилось. Раза в два, наверное. Здесь много маршруток. В разную сторону. Так, а мне просили от Ермолова два улиц. Меня просили по Ермолову тоже показать какой-то дом. Но давно просили. И я, короче, потерял этот комментарий к видео. Что-то не смог так найти номер дома. Какой просили показать. Вот смотрите. Опять окна повышибали, да? Это кожевенный диспансер выше. Я его снимал. Мы его заколотили. И, видите, окна опять. Огорел, походу, по-моему, опять. Бабженер. Подожгли. Вот. Мы по Ермолову сейчас поедем. Там покажу. Я не помню, короче, какой адрес. Уже давно видео было. А я это выходил, в котором этот был комментарий. чтобы показать. Номер дома я забыл. И сейчас едем по Ермолову. Может быть, случайно. Сейчас я покажу. Я его, этот дом, который нужен был. Здесь налево подгорная улица. Тут солдатская горка. В этом доме пятиэтажки. Я квартиру снимал на неделю. Ермолова 7 слива. С Ермолова 24. Справа 26. А там дом, смотрите, уже можно сказать, нормально построили. На месте кладбища. Много там споров было всяких. Вон, видите, прямо по курсу. На месте кладбища, в общем-то, здесь старое кладбище. И вот здесь кусок горы они срезали, и вот дом строят. Много возмущений было местных жителей. Но, видите, все равно строят. Прямо высотный дом будет. А здесь вот, типа, не знаю, раньше общежитие было, по-моему. Здесь, кстати, тоже недешево в этих домах. Место-то хорошее, дорогое. Так, камеру поправлю чуть-чуть. тарелки здесь у всех главных. Четырехэтажные, да? Или трехэтажные с соколиным этажом. Здесь, по-моему, миллионов семь квартира стоит в этом доме. вот такой, смотрите, в Сталинках. Здесь высокие потолки будут, толстые стены. вот продается, Ух, какие здоровые. окна тут метр два высотой. Сейчас здесь потом обратно потепорить. Какой адрес хотел, забыл. Посмотрите адрес этого дома. вот аппартов. Апартаменты там, значит, сдаются. 19. Дермолову 19. Дальше смотрите, какие старые дома. Справа тоже уже. Скорее всего, аварийный. Еще вон один дом такой, трехэтажный. Дома. Сколько этажей? Наверное, 12 как минимум арбует. Так, там автомобиль едет. Ермолову 23, вот этот дом. Сейчас сюда заедем. Может быть, и этот просили показать. Тоже стальника старая. Разворачивается, уезжает или останавливается. Ну, же, интересный такой дворик, да, А там детская площадка у них наверху, смотрите. Там, за забором. и вы уже листки появляются такие, прям уже средние по размеру. здесь балкончики такие, небольшие, метр-полтора квадратных. Ермолову 58. Вот сюда можем повернуть. Давайте чуть подальше проедем. по-моему, где-то вот здесь недалеко был адрес. Здесь справа Березовское уже ущелье. Сейчас покажу. Это горбаник, смотрите, на гере. Здесь уже как бы начало Березовского ущелья идет. Здесь мы катались как-то, а вдоль Березовского видео начинается. Там где-нибудь в конце добавлю. Летом здесь катались. Березовское я снимал с этой стороны. Красивые виды, конечно. Наверх постоянно дорога идет. Асфальт. Ветерок есть метр-три в секунду. Небольшой. Кстати, теплые дни были, они сопровождались ветром где метров 5-6 в секунду. А позавчера, кстати, ночью прям вообще шторм был. Прям ветер задувал. Хорошо. Правда, ничего не попадало, деревья не попадали. Спасибо, чтобы вам показать немножко. О, кошак какой. Пушистый. 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 Здесь вот эти пятиэтажки покатыхина уже идут. Которые я тоже показывал, снимал. А здесь уже высота приличная начинается. Птички поют, слышно. Еще немножко проедем, да? В ту сторону. И потом поедем здесь изучать район. Здесь один раз его был, плохо так изучил. Мне два раза был. забор. а здесь что у нас? А, там, собор. Хотел здесь показать. Там собор. Здесь уже будет трудно вам показать, да? здесь не подойдешь никуда. Машина сзади едет. Собаки. Не знаю, вот сюда дорога пошла. Тут остановка. Тут какая-то маршрутка ходит тогда. Там заброшенный дом. Ну, смотрите, заброшенный. Блин, машины едет нафиг как-то зло. Как не вовремя прям. Хотел дом показать заброшенный. Все, уже себе асфальт закончился. Началась какая-то фигня. Здесь поспилили деревья прям. Прям нормально поспилили. Все, здесь дома закончились уже. красивые конечно здесь места. Чуть подальше потом начнутся. Блин, от него прям пыль поднялась такая. А вон эти новые дома на Катыхе на которой. Квартиры от пяти с половиной миллионов рублей, которые прям над березовским ущельем. Заветками не видно. Сейчас мы где-нибудь здесь встанем. Покажу. Вот здесь вот возле этой эфиревой башни. Сойка полетела. Здесь много даже. Здесь какая-то сквалка прям. Строи материалов. Клисов не проколоть. Что здесь только нет. Вот смотрите. вот 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 слышно как вода шуршит. Режка березовая. Вот эти дома. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, наверное. На комнатной квартире от пяти с половиной миллионов рублей. Ремонт от застройщика там такой есть. Но жить можно. первое время. там еще в общем чуть дальше новые дома строят. Там несколько домов. По-моему даже четырнадцатиэтажных собираются делать. Но такие они. Типа элитных. Как я понял. Как мне говорили. А там внизу прям здесь не спущется нигде. Мусор накидали конечно тоже здесь в ущелье. все едем назад изучать тот район немножко показал кому интересно там в конце будет видео как я сюда ездил при этом далеко уехали сейчас там покатаемся в том районе какой-то здесь запах такой каких-то духов дезодоранта какого-то хотя никого нет интересно откуда он этот запах заборчик такой конечно здесь дорога нет такого самоката для строительства он идет до сих пор этот запах представляете я чувствую какая-то отдушка а здесь какая маршрутка ходит 18 здесь конечко да 18 маршрутка конечко здесь неплохо хоть маршрутка хоть одна есть здесь дач много кстати очень много заброшенных дач я их снимал прямо над березовским такое место красивое и прям целый ряд заброшенных дач но посмотрите кому интересно если не забуду оставлю ссылку вот он вот он 18 идет может было не спрашивать 18 что написано город больницы Ермолова вот сюда давайте поедем с горбольницы сюда идет значит 18 пёсель интересно здесь яд не был у нас какая улица туда наверх дорогу пошла тоже там тупик будет куда мы зарулили смотрите какая заброшка какая интересная так здесь вниз дорогу пошла а здесь а здесь кому-то домой что говорит что-то сказала ничего я не раз слышал не знаю куда я попался честно что это за улица даже ничего не написано виды конечно здесь красивые вот слева в тупик нам не попасть Артема улица Артема называется 48 вот дом был слева слышал я про такую улицу но не был фуф дымом пахнет как будто ветки с листьями сжигают как здесь интересно Артема 42 вот дом смотрите здесь вид какой фу блин собака фу а там кстати солдатская горка с левого солдатка так здесь какой-то перевод степной туда идет ааа я понял где мы вот здесь я был уже здесь вот вода можно набрать здесь в моей загорке мы были тоже есть видео так куда нам лучше поехать здесь внизу и было здесь я уже знаю это место давайте сюда сгоняем интересное место Громово улица Громово 23 вот дом слева вот здесь я не был здесь асфальт новый сейчас в тупик не попадем нормально прям асфальт правда здесь этот крошка такая асфальтная байонарь в тупик а не вон здесь прям деревня такая петухи поют не эти дорога громово Громово надо запомнить здесь старые дома такие их а какие виды здесь смотрите вон этот сосновая горка сосновая горка камера на меня смотрит интересное место мусор смотрите здесь живут в тупик короче попали точно может в тупике здесь какая-то тропинка идет не знаю я там проеду нет попробовать что ли давайте попробуем может проедет там прям по подножию горы едем смотрите как интересно как они мебель тащат здесь прям по этим ступенькам в дом что-нибудь тяжелое газовая труба кстати идет здесь так что здесь есть газ цивилизация не знаю куда мы сейчас приедем может придется возвращаться под трубой сейчас придется проезжать ай нагибаюсь нагибаюсь все проехал вот смотрите алчат цветет видите я говорю зацвела еще не полностью но некоторых местах я прям видел нормально зацвела красивый вид а потом попадаем не пойму а это уже прудные точно это гора пикет смотрите мы куда уходим в сторону прудные выходим я думаю сейчас в тупик не попасть так а вот здесь ступеньки да ступеньки интересно тупик будет а вот здесь немножко даже не асфальт а бетон бетонная дорожка интересно вниз поехать или сюда наверх как-то думал тихо вниз такой здесь спуск и там дорога кстати а я понял где мы наверх поедем там-то я уже знаю разгон разгон не хватает ух ты поднялись прям скос такой нормальный здесь тоже так же эта улица идет да пчелиная это пчелиная улица пчелиная интересно дорогу нормальный глаз здесь какие-то ворота там видно тупик ворота давайте вниз пойдем асфальт хорошего но здесь вот эта крошка на ней можно прям подскользнуться сосновый бор смотрите оздоровительный лагерь сосновый бор ну да здесь сосновый бор вот он здесь так это у нас получается Гагарина что ли улица нет подождите что-то я он был заброшенный какой-то сосновый бор вот мне кажется так да на Гагарина мы а я что-то подумал на Прудный да здесь-то уже я знаю все сосновый бор этот лагерь с той стороны прям какой-то как заброшенный выглядит а с этой видите значит он работает работает лагерь добро пожаловать добро пожаловать здесь мы уже тоже катались тоже есть видео на моем катании сейчас еще куда-нибудь зарулим в интересное место пока дождя нет вроде ну ближайших пару часов наверное точно не будет я думаю здесь я теперь представление не имею как их по сторонам смотрю и на дорогу надо успевать смотреть едем по Гагарина место конечно здесь хорошее парк прямо здесь вообще рядом рукой подать как-то ливневка здесь страшная вот этот дом как-то показывал помните кому-то тоже подписчики просили Гагарина 86 я вот смотрю может куда-нибудь повернуть что налево можно уже Никольский собор видно санаторий Кавказ мы же хотели троем изучить у нас какая улица Артема тоже Артема здесь Артема 6 справа ух ты здесь даже трехэтажка есть а мы здесь это подгорный подгорный значит получается перекресток подгорный там и были то подъем то спуск так так зачем задним ходом едет и куда он поедет сейчас туда заезжать будет прям село да джиппинг кобылинг опять сюда приехали к этой развилке все теперь мы круголя в общем далее помните здесь вода где давайте сюда поедем так мы здесь опять туда сейчас попадем да вон там где нибудь а там же тропинка будет может быть я здесь не спущусь даже опять запах дыма здесь все во двор кому-то кому-то приеду не давайте лучше там поедем не хочу опять по этой тропинке а он дымит что-то прям вот прям по курсу опять что-то горит да слушайте опять горит по-моему в том же за малым седлом вот смотрите прям по курсу не не мы за малым седлом это ближе малое седло у нас правее видите а это левее даже не знаю где это гора пикет прямо по курсу тоже мы на ней были тоже есть видео ну кто захочет смотреть я скину ссылку посмотрите комментарии давайте давайте по подгору не поедем здесь кружки много вот этой асфальтной почему не пойму с песком с крупным песком таким так это что у нас участковый пункт милиции или полиции мы видим в общем так же подгорный вот школа это какой номер я забыл подгорный 45 там кстати строит даже перекрыли дорогу вместо старой какая-то начальная школа по-моему была мы уже вот каркас такой поставили бетонный в три этажа понятно что будет строить едем по подгорной также подгорная 41 справа был дом место вообще конечно тут дорогое если снимать квартиру или комнату там не знаю или дом парк рядом давайте здесь я как-то ходил один раз здесь смотрите такое место здесь Манвикольский собор смотрите вид какой храм и заброшка такая контрасты кисловодские и не сносит главное да смотрите сколько здесь вот заброшка вот заброшка там еще потом будет вот он снимает да вот здесь с таким видом там уже деревья растут на крыше какая здесь улица какой-то перевел был здесь но не помню тоже смотрите контрасты да тесель тесель нормальный бесплатное жилье да летом приехать заночевать может и он еще дальше запрошки будет я здесь даже лазил как-то в прямом эфире какой-то стрим у нас был уже давно может года два а переулок узкий называется вот видите здесь комната задают пожалуйста прям рядом парк 3-4 минуты ходьбы Никольский собор здесь мы тоже лазили в этой заброшке короче здесь ничего за два года не изменилось смотрите ничего не снесли смотрите какое дорогое место здесь здесь же очень дорого будет стоить вот самая контрастная улица Кисловодска практически возле парка тоже здесь вышат видите и раз и возле Никольского собора такой контраст да вот Кольцово здесь мимо Реал Журавли парк здесь вот прям за храмом парк уже скорую поехал Могли бы представить что в центре Кисловодска так может быть здесь кирпич здесь кирпич не поедем forth вот смотрите какое здание красивое справа это у нас дом музея Ярошенко художника улица тоже так называется Ярошенко Сейчас здесь прокатнемся Ярошенко 4 Смотрите какой дом, сказка Дом сказка Чистые дерева Мангал он здесь есть Тоже здание вот красивое, да? И этот санаторий Блин, ничего не останавливается О, а здесь восстанавливать начали? А, нет Давайте чуть через парк Может проедем По Парфинтерне Немножко парк для контраста захватим Вот это санаторий имени Ленина, по-моему Недостроенный Говорят, собираются достраивать его Вот здесь вот новое здание Или это старое, может отреставрировали Вот у нас фактический парк Здесь уже Со стороны улицы Парфинтерна Под нами река Ольховка Едем по мосту Тут первый раз Кисловодский, наверное, вообще ничего не поймет Что я показываю Переулок пикетный Кстати, вот Давайте туда заедем, посмотрим Переулок пикетный Здесь же тоже очень много квартир сдается Кому это будет интересно Вот здесь такая Дорога прям вообще бетонная Тут пылитый справа А здесь там А бы как бетонный кидали На машине, в принципе, нормально ехать Это лучше, чем грязь Один раз я как-то здесь был Даже не помню Даже уже не помню Вот какой-то гостевой дом здесь, смотрите Туи Нормально выглядит так Забор, да, интересно Надеюсь, хоть получше Поглажу дорогу Мужик за водой пошел Пикетный 24 авар Справа дом Здесь пикетный 11 слева Много здесь вот сдают Посудишь на Пикетный 13 Видно сразу, что это под задачу Блин, зря я, наверное, сюда дальше еду Сейчас мне там собаки сожрут Не знаю, даже я там спущусь Что-то я не помню даже Там тупик Там тупик Да, вот я хотел спросить, кстати Вы меня сами сказали Разворачивайся Все Понял, спасибо Да нет Все, короче, показал Хотел как раз у него спросить, что там я проеду, нет И он сам не сказал Здесь тоже очень дорого будет Снимать Потому что в парковой зоне, считай Здесь вон метров сто парк уже Сейчас туда заедем, покажу Вот эти вот плиты, блин Давайте вот сейчас Вот так, блин, себя надевать будет, да? Вот так поверну Так получше будет Микрофон вверх, чтобы То есть сейчас там птички будут Вот здесь надо было ехать, смотрите По этой тропинке Здесь прям нормально, ровненько так Что-то я и не увидел, когда-то я ехал Намного лучше ехать Здесь Оп-оп Вот здесь вот арка Сразу в парке Здесь стеклянная струя Там мостик дамский каприз Под нами все та же река Ольховка Сосновая горка Там со смотровой площадкой Ну там были Много-много-много раз Кошак-то самокат охраняешь Здесь вот так называемый Лермутовский сквер Вот этот вот справа В принципе тихо, спокойно Хорошее место Можно посидеть, отдохнуть Воздухом подышать Под сосновой горкой Мостик дамский каприз Вот он Там зеркальный пруд Стеклянная струя Здесь вот такая детская площадка небольшая Вот тут на сосновую горку Можно попасть по лестнике На смотровую Вот у нас здесь зеркальный пруд Грязноватый он зеркальный пруд Сегодня выглядит Здесь стеклянная струя Вытекает Вот он Санаторий Узбекистан Здесь вот слева Бегуны Что-то влажный асфальт Здесь поливали Что-то Не пойму Смотрите там Не знаю Вдалеке видно Пирамиды Каменные Так там троллейбус едет Он сейчас сюда приедет Надо немного дорогу освободить И все И поехали По велодорожке Солнце вышло Вместо обещанного дождя Здесь детский такой Детская площадка Лукоморья По сказкам Пушкина Здесь полно всегда детей А также их родителей Что-то там дымок такой Слышно-пишно Поднимаемся наверх Здесь кафешки Идут всякие разные Здесь что-то По-моему какая-то Машина прошла Воду налили Освежили Так сказать Солнышко вышло Прямо сразу теплее стало О, сосновый запах Почувствовал Так или зря мы здесь поехали А не, наверное, не зря В принципе, хватит нам Сегодня прогулки В общем Проехали насквозь парк Красные камни Проехали Брельеф Ленин На красных камнях Проехали Приближаемся Каскадной лестнице Здесь у нас Каскадная лестница Сверху Здесь тоже глобальная стройка идет Санаторий строит Справа Справа Проехали 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 Все Добавля Вот мы теперь внизу каскадной лестницы Вот такой вид Птички прям, сейчас солнце вышло Чего больше запели Всем уступить надо здесь Практически всем Давайте на взлет здесь пойдем На взлет идем Проспект Ленина проехали Перекресток С проспектом Дзержинского Фонтаны здесь еще Не открыли Будем надеяться два задания выполнили Остановка гостиницы Кавказ Справа Сейчас до санатория Москва доедем Оп-оп Также едем по проспекту Дзержинского Давай, ты направо будешь поворачивать? Без поворотника, да? Нет, прям поехал Вот остановка санатория Москва Он же справа Сам санаторий Вот теперь улица Кисловодская Вот, включил поворотник Хотя бы Кстати, редко кто включает поворотники кисловодские Магазин За мясом Видите, прям с потоком автомобиля наравне едем Проближаемся уже к улице Седлогорской Проближаемся уже кис Sukлодио И это entire Отделаем Готов Все, поеду я домой Хватит на сегодня прогулки Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Подписывайтесь на Яндекс Дзен Ссылка в описании Там видео выходит в первую очередь Пишите комментарии Все, всем пока